доброго времени суток сегодня расскажу о такой вот картине давно на уме стоит но все никак про нее не расскажу потому что как бы и на особо продавать желание не имею вот приглянулся на мне вещи редко но расскажу про характеристики естественным все что знаем предметы из фарфора различных стилей стран времен народов ну естественно широком ценовом диапазоне также постараюсь я расширять всегда свой ассортимент ну и он сам по себе обновляется поэтому по мере возможности мы его будем и расширять то есть все предметы из фарфора и не только но это у меня все на сайте есть то есть вы можете все это посмотреть просто сейчас пошел период то есть я работаю по фарфору ну это волом эндес это ее псевдоним на самом деле это ирландская актриса там танцовщица которая приехала в германию чем она известна ну прежде всего это в девятнадцатом веке была она фавориткой так это называлось но любовницы короля короля баварии людвига первого вот у нее титул пожаловал подарки дорогие дарил у содержанки раньше были она его очаровала она была молодая 20 с небольшим а ему было уже 64 года ну то есть она произвела на него впечатление но любовницу королей был всегда много они любили рисовать них картины есть реальная картина вот с нее это копия фарфоровая табличка уже сделано в начале двадцатого века то есть во времена час я аккуратно что мне что не расколоть судя по клеймам по моим изучением вот это 1937 год посмотрите вот как выполнена я не буду тут указана наручная работа здесь вот вот сама номер здесь как видите кто это такая он андекс кто делал геральт вот такой вот клеймо hand ну вручная работа вот так же что это и была возможность специальное изготовление для определенных там домов магазинов специализированных как ведь германия вот пытались и тут вот вешать потом кто-то оторвал я буду делать у нее почему я сейчас нами репортаж решила решила снять потому что буду давать делать рамку рамку хочу сделать вот что-то такое даровой античный под антиквариат ну сейчас мы посмотрим это уже другой вопрос поэтому если увидите у меня на будет в рамке потому что или как для себя делаю да будут продавать естественно цена которая мне будет интереснее если там бывает вещь которой можно чем-то заменить это уже заменить практически будет тяжело чем-то подобным вот это с реальной картины нарисована с реальной висит она в музеях что касается любовница и фаворита короля любил его первого я смотрел вот у него вкус такой все это в моем тоже вкусе такие девочки у него там все такие вот такие симпатяшки с такими чертами лица интересные такие мильфы можно сказать вот у него их было он со всех их рисовал картины но это может википедии более подробно точно почитать на все картин нарисовал вешал вот одевал их в дорогие платья не обязательно они были из господ потому что тот раз были титул там дворянский титул иметь отсюда пока поставим давал нам там различные титул уже дворянский и так далее давал он всем обеспечение но девушки не могли быть разных слоев населения даже он больше где-то любил попроще дам сама лола мендос умерла уже в 39 лет была танцовщицей вела такой образ жизни можно сказать неправильный но довольно яркий я думаю жизнь она взяла спал на мира как бы от воспалений легких но но может быть и другой какой-то болезнь нет мужа уже фантазируем я думаю это не стоит самое главное что это работа очень интересная личность очень андиозная сама по себе предмет очень красивый декоративный вот ценный для меня по крайней мере мне он очень интересный я давно хотел сейчас давно хотел приобрести такой подобное еще подобное дома обычно цены бывают много такого не укупишь да то есть хочется собирать такие вещи нам хочется собирать всего много но тут уже вопрос финансов скажем так скажем так вот смогли урвать и очень рады вот а покупать скупать их это не дешевый скажем так цена вопроса поэтому все это по мере возможности будет что такое появляться мы вам обязательно расскажем покажем теперь по размерам вот здесь около 180 5 миллиметров здесь 24 где-то с половиной сантиметра то есть высота ну или там 18 на 24 грубо да там вот обрамим в рамку это смотрите на сайте я изменю фотографии естественно покажу я надеюсь вот а так каждый сможет если что-то сам уже делать сейчас подобные очень интересные работы делаются там тоже там и фарфоровые картины там эмалию варячи делают на металле потом делают тоже финифт мы очень интересная цена очень тоже хороший там 30 40 50 тысяч современная работа ручная за ручная главная работа современно очень красиво очень достойно действительно коллекционная модельную евро то есть единственное что они современные все-таки у вещи более ценности естественно придает то что она как вам сказать еще антикварная помимо того что она хорошая красивая декоративная она еще то есть брендовая может быть потому что поэтому все это наложить еще это сказывается сразу на цене в этом конечно если как у mercedes хорошая красивая машина но там все одни плюсы но и цена с одной стороны цена ограничивает именно ее эксклюзивность именно и особенность то что не может ее каждый такую вещь купить если она будет у всех уже ценность падать согласны ну как у женщин если она со всеми ну что эти женщины 2 копейки и цена а когда она особенная когда она мужчин как вам сказать ну вот про ломендос мы не можем сказать как бы у нее наверное были она любила на всех слоев и плохо не будем варить но сами понимаете когда женщина считает то есть для мужчин для нее все ну или ценится по крайней мере по кошельку или же он не не один и особенно или какой-то там ценностью не то и самое соответственно как зеркальное отражение то есть и цена ее тоже такая же правильно вот я неплохо от женщин хочу сказать я говорю как бы о антикварных вещах в том плане что чем они дороже чем они изысканее чем они тем они ценнее ну я думаю все понятно подобный пример я могу сейчас кстати рассказать про что фирма есть такая лядра 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 ладра как по разному все называют испанской про фигурки я раньше как бы их не собирал у меня их не было но надеюсь они у меня перебудут потому что я сейчас ведут уж поиски переговоры по этой фирме почему по фарфоровым статуэткам ну прежде всего из-за того что я подчеркну информацию оказывается они бывают всего выпускали там от 50 до 2000 экземпляров какой-то фарфоровой фигурки понимаете в основном бывает 200 у них очень есть попроще то есть бюджетные варианты и есть уже эксклюзив в каких они тонах делают я сейчас покажу вот в каких они тонах делают вот приблизительно вот такая девочка с козленком вот у них ориентировочная и такие же идут фигурки вот они могут быть побольше поменьше это немецкая пара вот такие тоже не делают здесь по моему 26 сантиметров у них они в разном тоже исполнении из разного материала очень интересно какие то на что-то на копенгаген они больше тянут да немецкая тоже может посмотреть графинталь тоже интересная девочка с козленком у них в чем особенность я отвлекся в том что они делают вот такое одну серию запускают и скажем уничтожает там прилюдно сами огранки или там форм как там называется матрицу то есть фигурки ты больше не будет они могут могут другую запустить измененную похожую с чем-то но они одну запустили серию модель все как другие фирмы не оставляют обычно другие могут по лекалам там производить в основном через 10 лет через 20 то есть запускать свои же скажем так как это правильно назвать репродукцию наверное вот запускают они ее и она уже и у них идет по новой только другого года модель кстати будут у меня тоже такие немецкие фигурки я приобрел покажу очень интересный экземпляр но он у меня будет скажем 50-х годов а есть экземпляр уже там 80-х 90-х годов я естественно взял постарше он естественно по дороже хотя вот может если кто-то увидеть человек скажет да такие же там дешевле да они дешевле там год совсем другой то есть я думаю это понятно вот если костнуться к лиандра я прям поклонником стал почему из-за того что они именно свою продукцию вот так они подняли за счет того чисто за счет малого тиража ну прежде всего них такие вот довольно тщательные с вами со стиле со своеобразные фигурки они интересны у них но еще меня удивило то что они не броски казалось бы испания да казалось бы любит такую должны быть и горячие парни но у них почему-то такие вот я бы сказал холодные пастельные тона вот это очень интересно но клиент у нас любит в основном больше вот такие вот пары что вот маркиз что-то фигурки очень красивый кстати очень достойный вот это касается что серийности также можно и сказать чем она или андр меня и заинтересовала потому что много таких схожих фигур там royal копенхаген вот германия и у них что-то похоже но когда я стал смотреть больше у них их не элитная работа их не за там есть вещи по несколько тысяч долларов за статуэтку понимаете здесь поэтому или есть скажем такие клиенты там общался не нам не нужен капот демонт и так вы знаете что капот демонт изучить это была вторая фирма в европе сам копировали там такие шикардос на работа есть там очень приличный кстати у капот демонта да у них разный стиль да и у них сейчас бренд по моему уже стал вот сейчас современные китай делать но более ранние работ там 80-х годов там 90-х то есть а я не говорю уже про девятнадцатый век так это супер просто капот демонт это одна из элитных фирм я вам серьезно говорю также леандра да она современная да она делает 80-х 90-х годов но именно за счет уничтожения своих матриц у них уже фигуры современных 90-х годов двухтысячных годов может стоить 1000 долларов за фигуру там конечно не то что вот фигура там к целой композиции у меня есть там такие композиции то есть там дон кихот большая фигура там есть женщина по 40 по 50 сантиметров очень интересный я по мере возможности будут стараться такие приобретать потому что но они очень дорогие мы конечно будем выискивать то есть я прям хочу набирать реально лядру реально хочу набирать лядру но пока на и мы наверное начнем с чего-то с бюджетного да у ляда там еще валенсия не валенсии поэтому там есть разные скажем цеха там филиальчики вот поэтому честно вам скажу я хочу набирать лядру именно из-за того что она будет с каждым годом все цене и цене и модель уже не переиздастся понимаете в этом супер также это я все к тому что вот это вот вещь чем она и цена чем она цена то что год исполнение и не часто встречающиеся и это не просто красивая девушка да а это именно тема вот допустим это вот не просто мужчина вот что мужчина вот здесь просто пейзаж да а это моцарт если муж кто-то не знает а вот это ловом индекс но информация на сайте более полный оставлю кто на откуда вы лучше может сами видите в википедии про нее подчеркнуть чтобы так скажем так чтобы я вас кто скажет мужского то куда-то в заблуждение в какой-то заре так что для меня это очень интересная табличка может кому-то она никому ни о чем вот я хочу говорю еще раз набирать такие картины я хочу набирать лядра я хочу набирать французские фигурки 19 века германию да ну на все это денег просто не хватит поэтому вы следите за подписывайтесь следите за новинками по мере возможности будет появляться а так я работаю в широком ценовом диапазоне широком то есть и бюджетные вещи красивые и уже конечно на более тугой кошелек но так что всем большое спасибо за просмотр спасибо за лайки спасибо за подписку за просмотр до новых встреч всего вам доброго и после видео как обычно еще смотрим фото до свидания скоро до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok